Прибыли мы в стольный город Кита, да в гостиницу заселились с трудом при Великим. Отчего такое случилось? Сейчас вы все увидите. Съемочная группа НТВ Медиа в поисках ночлега мечется горемычная по столице Эквадора, городу Кита. Отелей там много, а свободных номеров нет. Путешественникам все же удается разместиться в отеле с неожиданным названием Финлянзия. Причина же та же проставки, то в эти дни проходит знаменитая выставка Рос. Эквадор – страна, где производят огромное количество цветов. И сегодня мы в воле случая попадаем на такую выставку, где можем посмотреть то разнообразие цветов, которое производится. Пойдемте посмотрим. Розы бывают разные – черные, белые, красные. Девчонки, что вечером делаете? А вот розы синие, как небо Эквадора и глаза Григория, оказывается, появились совсем недавно. Нет, конечно, таких роз и в природе не бывает, и это не результат селекции. Для того, чтобы розы получились синими, мы берем обычные белые розы, срезаем стебель и ставим их в воду с красителем. Розы составляют немалую экспортную долю дохода Эквадора и не случайно считаются лучшими в мире. Большая высота, плодородный вулканический слой пепла, освещение по 12 часов в сутки, круглый год и, ола, эквадорская красавица с двухметровыми ногами. Ну, в смысле стеблями. Кстати, купить упаковку из 50 роз здесь можно за смешную сумму в 5 долларов. Чем Эквадор не рай для провинившихся мужей? Один мой знакомый утверждает, что выращены розы, которые можно кушать. Мы хотим посмотреть, есть ли такие розы. Выясним, как их приготовят, если их можно кушать. И, может быть, даже спросим у девушек, которые этим занимаются. Кто о чем, а мужики о еде. Для выращивания съедобных цветов не используются пестициды. А удобрения применяются только натуральные. Посему стоимость такой розы на четверть выше, чем обычной. А, по-моему, чем питаться розами в шоколаде, лучше жареной картошечки навернуть. И вкуснее, и седнее, и цветы целы будут. Роза запеченная в шоколаде. Это розовая запеканка. Роза со вкусом маракуйя. Обалденная. Почему-то иностранцы думают, что Эквадор – это страна роз. Но здесь выращиваются и другие очень красивые цветы. Мы так и поняли. Например, хризантемы, герберы. И все эти цветы мы поставляем всему миру. Наши цветы лучшие. И вы, наверное, уже в этом убедились. Да, на выставке таких цветов мужчины, из которых состоит съемочная группа, могли провести не один день. Закончилась наша небольшая эпопея с поиском гостиницы. Мы определились. И теперь хотим выйти в город, показать вам, что такое Кито, что такое горы, что такое настоящий чистый воздух. Поэтому следите за мной. Кстати, о горном воздухе. К своему удивлению я узнала, что Эквадор – страна в Южной Америке с населением всего 13 миллионов человек. И практически полтора миллиона понаехала в столицу – город Кито. Да, все как у нас. Высота Кито над уровнем моря – почти 3000 метров. А горы, окружающие город, препятствуют проникновению ветров. Поэтому смог над городом – явление нередкое. Эквадорцы было уже и привыкли видеть то, чем дышат. Но об их здоровье озаботился мэр Кито. Он запретил въезд в город автомобилей с четными номерами. По четным числам, а с нечетными, соответственно, по нечетным. Для того, чтобы устранить смог и пробки. Но на каждого хитрого мэра найдется и обеспеченный эквадорец, который просто покупает второй автомобиль. В 1830 году Кито стал столицей Эквадора. Сейчас за моей спиной находится резиденция президента. До последнего президента в этой резиденции жили президенты. Последний президент живет отдельно в своем доме. Но в резиденции он встречает гостей. И туда можно попасть обычному человеку. То есть есть экскурсии в сам президентский дворец. Так что, может быть, мы даже и посетим его. Вот она какая! Площадь независимости в самом центре города Кито. Это излюбленное место отдыха столичных жителей и гостей города. От мала до велика разнообразных национальностей и всех цветов радуги. Здесь отдыхают, гуляют с детьми, вкушают, чтобы их послал, и радуются жизни. Отсюда отходит несколько магистралей в разные районы города. В Кито нет подземки. А что вы хотите? Сейсмически опасный район. Оттого передвигаются жители Кито на своих двоих – ногах или колесах. Основной вид пассажирского транспорта – автобусы, на которых указаны направления движения. Григорий, помни, решил воспользоваться общественным транспортом. Крепко держи карманы. Эквадорские коллеги Кости Кирпича не дремлют. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хотя город Кито – самый безопасный город в мире. Так, во всяком случае, утверждают мой герой и сами эквадорцы. А вот эти устрашающие, колющие, режущие предметы вдоль заборов и балконов – дескать, так, просто элементы декора. И ротвейлеров эквадорцы заводят, потому что… А, потому что очень любят собак. Вот. Кито с высоты птичьего полета. АПЛОДИСМЕНТЫ